Вкратце, что я сегодня собираюсь рассказать. Я расскажу про рекомендовательные системы как таковые, разберу их на примере задачки. Основная суть — это познакомиться с рекомендовательными системами, с тем, как их легко сделать, и разобрать пару библиотек. То есть прям конкретно на этот конкурс это будет заточено довольно мало. Это просто хороший пример, но чем можно показывать. И доступно. Все это сможешь попробовать и дома, прийти, заслать, и возможно даже что-нибудь хорошее занять в конкурсе. Представляешь, как будет обидно, если кто-то сегодня начнет решать конкурс и выиграет его благодаря своему вот этому? Ну, это нормально, это жизнь. Это хорошо. Так, про организационный вопрос какие-то. Будет лучше, если будут задать мне вопросы сразу, прям перебивать меня. Это нормально, это хорошо, запрос будет слишком много. Я скажу, ладно, отвечу потом. Как бы это все контролируется. Времени у нас довольно много, поэтому особой спешки нет. Если что-то непонятно, можно переспросить. Я подозреваю, что у большинства стоит либо Mac, Mac OS, либо Linux, какая-то из разновидности. Поэтому все библиотеки какие-то советы я могу дать по этим запросам системам. Если у вас друг Windows, к сожалению, я вам помочь особо не смогу. Будем надеяться, что он просто заработает. Ну, потому что у меня просто нет ни одного компасмента, и я давно этого не делал. В принципе, если у вас Windows и у вас есть друг Docker, тогда как бы спасение есть. Если Docker нет, наверное, все… ну, либо повезет, либо нет. Тут, к сожалению, я ничем не смогу помочь. Предполагается, что вы уже скопировали репозиторий, к себе склонировали, переключились на ветку фича PyData Workshop, где код уже лежит нужный, и скачали данные, которые вот я заранее подготовил, сложил сюда. Вот. Если вы что-то не сделали, то самое время это сделать, пока я буду рассказывать немножко про задачу в целом. На всякий случай, давайте я покажу, что вот у меня есть репозиторий RetailHero. Он изначально на мастере. Мы делаем чекаут на ветку фича PyData Workshop, и вот мы на ветке. Здесь должны быть файлы с Inbox, папки с RC, а Data и TMP, они лежат в архиве. То есть когда вы все распакуете, у вас должно получиться что-то примерно такое же по структуре. Папки Data и TMP, они лежат в архиве, заранее подготовлены. Пока вы будете это делать, я немножко расскажу про сами данные и сам конкурс. Задача. Нужно строить рекомендательную систему. Нужно вообще разработать сервис. То есть решением будет прям Docker-контейнер, который отправляете. Он в определенном виде по IP принимает запросы, что-то не отвечает. Что нам как бы дано. Есть история, история пользовательских покупок. Есть какая-то информация о пользователях, какая-то информация о продуктах. Вот, есть история покупок. Нужно по ним построить рекомендацию того, что человек купит в следующий раз. Я сразу начну немножко EDA показывать. Я, значит, у себя локально запускаю в Docker. Что это делает? Я запускаю Docker-контейнер. Вот с таким, вот этот конкретно Docker-контейнер. Стандартный, джипайтерский. Который мою текущую директорию, то есть весь репозиторий, монтирует внутрь контейнера. А после того, как я контейнер завершу, он умрет. То есть у меня есть данные. Над ними есть Docker-контейнер, в котором я работаю. И все изменения пишутся на диск. Почему я так делаю? Потому что одна из библиотек, Implicit, она имеет довольно хитрые зависимости. И я себе на Mac ее на этот поставить не смог. Делала вчера вечером, а у меня не получилось. На другом Mac'е. Все окей, звук сейчас пофиксит. Будет хорошо. Почему я делаю именно так? Потому что я библиотеку Implicit у себя на Mac'е, вот на этой версии, конкретно на персистеме, собрать не смог. Поэтому в таких случаях я просто поднимаю Docker и говорю, все происходит в Docker. Там стоит Linux, там все собирается проще. Возможно, с таких проблем не будет. На моем рабочем ноутбуке таких проблем нет. Все заводится сразу. Это, в общем, исключительно для удобства. Никакого сакрального смысла в этом большого нет. У меня поднимается ноутбук. Да. Раз, раз, раз. Сейчас, секунду. У вас там, где идет ссылка на Home, вот Work, это как раз к репозиторию, да, указывается путь? Это когда Docker контейнер запускал? Когда я запускал Docker, я указал вот, что, говорю, взять текущую папку, в которой я нахожусь. Это мой репозиторий. Вот, с репозиторией, ага. Да, и примонтировать ее в контейнер внутрь папки Home, имя пользователя Work. Все, понял, ага. Спасибо. Да, было бы неплохо. Михаил, а вот такой вопрос, а Катбуст нужен именно Implicit? Типа тут просто пишет, что Катбуст, там вот стандартный подойдет. Сейчас, о чем речь? Катбуст, Implicit. У тебя в GitHub'е написано вот F3, Install, Implicit, FaeS и Катбуст. Это три разных пакета. Это три разных пакета. Implicit, FaeS и Катбуст. А-а-а. Это не один пакет. То есть Катбуст, да, стандартный? Да, я понял. Все, да, можно пока продолжать. Окей, тогда… Вот здесь, собственно, репозиторий премонтированный. Здесь заранее же данные разложены так, что в дата лежат сырые данные. Некоторые эксэмпл. В TMP будут лежать наши артефакты. Здесь должна быть папка JSON, сплитов. Сейчас расскажу немножко про них. И в SRC лежат всякие утилитки, которые нам пригодятся. Это подсчет метрик, заранее написанный, доставленный организаторами. Это разъединение данных на train test и некоторые преобразования. А все самое интересное будет в sandbox, в ноутбуках, чтобы я мог показывать, что его исполнять. Да, как бы уже было показано, но если что, если есть вопрос, лучше поднять руку, появится микрофон, скажет микрофон. Может, тогда услышу их я, а люди, которые сидят в онлайне смотрят. Окей? Еда, да. Все, как бы начинается любая задача, с того, чтобы посмотреть вообще, что у нас в принципе есть. Есть файлик, который называется product, он описывает продукты. Выглядит примерно так. У нас есть ID-шник продукта и какая-то информация про него. Есть категории, видимо, к которым относятся. Это левелы категорий. Есть сегмент, есть бренд, вендор. Масса является это собственным товаром и является это алкоголем. Продукты все как бы захешированы, обфусцированы. Мы не знаем, что это. Вообще, в принципе, не знаем. Просто какие-то условные продукты. И их у нас 43 тысячи. Мы работаем с таким как бы набором того, что мы рекомендуем. В принципе, это последняя самая часть, когда я буду рассказывать про ближайших соседей, про поиск ближайших соседей. Наверное, любую часть можно пропустить и просто посмотреть. Но если получится проделать руками, то будет лучше. То есть у нас есть продукты, их известно, что 43 тысячи. Есть клиенты вообще, как бы, с которыми будем работать. Про клиентов известно примерно следующее. Известно точно так же ID-шник. Какие-то две даты. Я, честно говоря, не знаю их смысл. Наверное, когда у них была выдана карта лояльности или что-нибудь такое. Есть пол и есть возраст. В принципе, если пол еще довольно легко определяется, то с возрастом тут есть сомнения. Возможно, он просто примерно по направлению ветра. Ну, там как-то. В общем, пользователь сам указал свой возраст. Или там как-то из соцсетей достали, как-то запроксимировали. В общем, возраст — это штука, в которую я бы, наверное, не сильно доверял. Просто в ходе того, как обычно собираются данные. Но самое главное, что у нас есть информация по продукту немного, а есть совсем мало информации по клиенту. Клиентов, вообще говоря, почти полмиллиона. Это как бы наше ограничение. Мы работаем вот в этих рамках. Полмиллиона клиентов и примерно 50 тысяч продуктов. Масштабы детальных систем — это, вообще говоря, небольшой набор. Довольно маленький набор и продуктов, и пользователей. Потому что, как правило, в каких-нибудь, например, в ритейле, где работаю я, там это могут быть миллионы продуктов. Там могут быть десятки миллионов пользователей. Вообще легко. Абсолютно. Все как бы довольно по-божески, поэтому все вполне уместится на ноутбуке, и мы будем работать прямо как есть. Вся, как бы, наиболее интересная информация представлена в покупках. Для этого нужно загрузить файл с покупками и посмотреть на его структуру. Это, собственно, самая мякотка, о чем мы и будем учиться. Это файл, который, собственно, содержит все записи в духе того, что у нас есть транзакция. Мы знаем, какой клиент, когда, где и что купил. Еще мы при этом знаем, сколько штук он купил и сколько он денег на это потратил. То есть, по сути, это прямо такой чек. Один чек, и дальше их там, сколько-то штук. Давайте, например, это. Продуктс, клиент, куча из-за сонка. Там, скорее всего, стоит в коде 10М стандартное. Просто потому, что когда я дебажил это раньше, я сначала делал сэмпл в 10 миллионов, а потом оставил сэмпл в 1 миллион, чтобы в 10 миллионов не тащить. Вот так, собственно, выглядят данные. Сейчас по ним есть какие-то вопросы или все более-менее пока понятно? Да. Где скачать файлы с данными? Предобработанные или сырые? Сырые на странице конкурса. То есть можно найти на странице конкурса. Посмотреть данные и увидеть, что они задачи про uplift-моделинг. Говорим «Окей», идем в задачу uplift-моделинга. И здесь вот скачиваем, где тут есть данные. Видимо, архив с материалами. Вот, там будут сырые данные. Я их предобработал и выложил на Dropbox. Они есть вот, если в том же репозитории смотреть, то можно сделать файл Redmi и вот увидеть, что здесь есть ссылка на Dropbox. В чем, собственно, заключалась обработка данных? Ту часть, которую я пропустил, для вас сделалось чуть проще, в том, что просто этот файл с покупками, он из вида с такой сплошной таблицы, я его свернул в JSON, где по каждому пользователю объединился всю информацию, которую мы имеем. Выглядит это примерно вот так. То есть я всех пользователей, сейчас мы посмотрим на этот код, разбил, вот, например, есть пользователь, у него есть какой-то ID-шник, информация, которую мы узнаем, пол и возраст. Есть история вот транзакций, по сути его чеки. Вот, и это просто список, в котором перечислено, что за чек, когда он был, какие продукты купили и всякая дополнительная информация, и где. Перечислены все его чеки по каждому пользователю, а в конце целевая переменная. То есть вот он до этого купил что-то, а в следующий раз он купит вот это. В следующий раз он купит в таком-то магазине вот такие-то продукты. Вот такая предобработка. Немножко про то, как она произошла. Я… Я прошу прощения, у кого-нибудь на винде поставились вот эти библиотеки, которые были… У меня вообще пишут ошибку, и никакой ничего не находят. Ну, как я сказал, с виндой, я, к сожалению, помочь не смогу. А какие на процессы таких библиотечек завидуют? Да. Нет, в смысле, мы сможем на них посмотреть… Мы можем посмотреть, мы можем посмотреть как бы на данные, на то, что, например, происходит, но потом будет обучать модельки непосредственно библиотеками. Как бы без них ничего не получится. Ну ладно, но обучка странная. Вот. Я человек немножко странный, поэтому я люблю пользоваться двумя тулами сразу, и ноутбук я смотрю в ноутбуках, а просто так вот я смотрю в WS-код. Что я хотел показать? Какие функции были заранее написаны? Это припроцессинг. То есть используется такое свойство, что в наши данные в файлике с покупками они записаны подряд. То есть прям посмотрите, то видно, что строчка принадлежит этому клиенту, они тут все подряд. Все чеки, как бы, они записаны друг за другом. Вот. Используя это свойство, я просто прям построчно считывал данные, накапливал их по одному клиенту. Как только понимал, что он встречался на следующий клиент, я перещелкивался. Вот. Таким образом, вот этот большой файлик CSV, который занимает, там, по-моему, 5 гигабайт исходные, он был преобразован в кучу JSON-ов. Да. Вот этот файлик, который 1К, есть репозиторий просто как демо? Да, она есть репозитория. Там нет еда? Так, секундочку. Нет, здесь как бы только модифицированный у меня. Но он как бы исходно был. Проверьте, что у вас ветка… Гид статус, например? Наверное, да. Потому что надо проверить, что вот на ветке PyData Workshop. Если на ветке Мастер, то она переключится. Это просто удобный формат, чтобы мы сразу брали информацию по одному юзеру всю целиком. У нас не было это размазано на отдельные чеки, мы как-то их могли перемешать. Мы просто берем юзера, и все, что мы про него знаем, в одном месте. Только ради этого. Ну и чтобы пожать просто место. Еще параллельно я при этом их пошардировал. Ну, имеется в виду, что мы посмотрим в TMP JSONs, то они по номерам… На самом деле у вас нет с рыжих JSONs, то есть только сразу сплитов. А они идут по номерам, и их 8 штук. Просто я их равномерно размазал, чтобы можно было не все сразу память загружать, а просто брать кусочками. Ровно для этого, для удобства работы. Ничего больше тут хитрого не происходит. Посмотреть, наверное, на что еще стоит на train-valid-split. Это… Суть вообще примерно в следующем. У нас есть данные за какой-то период времени. О, господи. Сейчас, секундочку. У нас есть пользователь и есть примерно… Я не помню прям точный дат, но примерно это с 2018-11 по 2019-04. То есть с ноября по конец марта. Есть какие-то данные. При этом известно, что мы, грубо говоря, находимся в точке примерно 1 марта и начинаем отсюда, у нас потом будет тестовый запрос. То есть мы здесь будем тестироваться. Соответственно, что происходит? Все транзакции, которые были в этом периоде, уходят в обучение. Выбирается какая-то точка отсюда. Все, что отсюда тоже добавляется в обучение, а следующая транзакция уходит в тест. Вот так и можно сформировать датасет. То есть я разбил вот так, что до какой-то точки мы все вносим в train, все, что мы видели про пользователя, следующее будет тестом. То есть мы хотим подсказать следующую транзакцию. Вот. Вот это, собственно, и происходило в файле train.valid.split, чтобы подготовить и к этому больше не возвращаться. Считаю, что у нас теперь все. Есть данные, есть информация о том, что было в прошлом, есть, что мы хотим предсказать. Итак, по каждому пользователю. Здесь, собственно, я, наверное, покажу кусочек, что, как это происходит. Мы идем по всем JSON-ам, считываем их. Для каждого JSON-а мы сортируем его чеки. Выбираем точку, по которой будем разделять. И разделяем на train-овые транзакции, на тестовые. Потом все это записываем в sample и записываем в файл, который хотим записать. Ничего хитрого здесь особо нет. Просто некоторая работа, чтобы потом прочитать нам жизнь. Я ее сейчас не призываю вас выполнять, просто сказать, что она есть, эти файли, которые подготовлены, лежат. Как раз то, что было на Dropbox. Да. Есть, ну, стандартный сделать можно было бы. Надо только понимать, что надо делить не просто train-test, надо делить по пользователям и по чекам. То есть надо в рамках одного пользователя разделить по чекам. Причем как бы так, чтобы они точно четко были по времени. Нельзя взять чек с середины. Знали-знали, потом тесты, а потом опять знаем-знаем-знаем. Нет, всегда должен быть по времени. Мне проще было сделать это именно так. И с точки зрения экономии ресурса, да. Потому что я все это делал на этом ноутбуке. Там исходно файл, который с покупками, он занимает 5 гигабайт CSV. И просто читать его пандасом уже больно. Поэтому я читывал и кусками, и как бы кусками преобразовывал. Да. Вопрос по поводу проба. Оно в реальной рейтенном сети, оно так же, скорее всего, вы видите какой-то базе там, какую-нибудь? Да. Скорее всего. Вы только выкидываете, постоянно потом переваливаете. То есть напрямую отсутствие, вроде попробовать, но так не бывает. Ну, на самом деле, можно сделать, чтобы оно было в JSON, в принципе. Смотря какие объемы, вот, в целом, если у вас есть какая-то база, и там оно лежит революционное. Много-то работное и штука, да. Ну, как бы, я здесь пока сейчас на маленьком примере, в принципе. То есть для конкурса, да, сойдет. Да. Для реального промо? Ну, для реального промо, да. Это не тот случай, да? Ну, это не тот случай, потому что здесь довольно мало данных, во-первых. А во-вторых, как бы, если у вас реально большие данные, как бы нужно с ними что-то делать, ну, просто есть соответствующие инструменты, которые выплатят не на одном ноутбуке маленьком с 8 гигабайтами памяти, а есть прям тот же Spark, в котором есть там те же методы матерческих разложений, и там это делается все на кластере. Да. Но на самом деле, тут я сделаю такую ремарку, что довольно часто нет смысла там прям много терабайт тащить для обучения модели, потому что какого-то небольшого сэмпла очень даже хватает. Он помещается на одну машину, и все можно сделать примерно таким вот образом, на машинке пожирнее. И все будет работать хорошо. Вот. Окей, это все было про подготовку данных. После подготовки мы получаем вот что-то примерно такое. Такой JSON, у которого есть ключи. Это немножко про пользователя. Есть его история транзакции, и есть таргет, который мы хотим предсказать. Вот две основные штуки, которые мы должны знать. Особенность конкретно вот этой задачи, которую мы сейчас будем разбирать, в том, что у нас пользователь, ну, он как бы каждый раз уникальный. Нам организаторы сразу четко сказали, что мы учимся на одних пользователях, предсказываем на других, которых раньше никогда не видели. Поэтому заранее построить список рекомендаций для пользователя, чтобы потом его показывать, не получится. Надо все делать на лету. Поэтому часть методов сразу отпадает. О чем я говорю? О том, что в обычных компетентных системах мы знаем, что у нас там есть клиенты, сколько-то, не знаю, там, сколько-то миллионов, и мы знаем, когда они нажимали раньше. Мы используем эту информацию, можем предпочитать и просто запомнить, что там клиенту с ID1 можно порекомендовать 100 товаров. Клиенту с ID2 можно порекомендовать другие 100 товаров. Ну, или вообще для них что-то заранее посчитать, какие-то признаки. И потом, когда нам придет запрос, мы такие, о, клиент номер 2, а мы про него уже что-то знаем, достали и используем. Вот. Здесь так не работает. Здесь как бы у нас каждый пользователь походил с нуля, новый чистый. Единственное, что мы знаем, о его истории прошлых покупок. Все. У нас только его есть чеки. Мы заранее предпочитать ничего не можем. Это некоторое ограничение, которое в реальной жизни далеко не всегда накладывается. Вот. Но у нас будет задача именно такая. Я буду рассматривать именно такую постановку задачи, когда мы заранее ничего не предпочитываем. Вот. И... Скажем так, она более строгая, чем это чаще бывает. Вот. Но умея решать ее, остальные будут решать чуть проще. А у него сколько будет какой-то инфекции по нему? И по нему просто может пройти пользователь, которого мы вообще никогда раньше не видели. Ну, как бы его нет в обучающей выборке. Вот. Но он пришел, у него большая история. Просто мы не учились. Мы не можем запомнить. У нас множество пользователей как бы не фиксировано. Вот в чем фишка. Нет. Но новый в том плане, что мы про него... Мы его не использовали в обучении. Вот в таком смысле новый. А история его есть? Да. Да. История у него есть. Да. Вот. То есть тут нет случаев, когда мы заранее знаем, там, для каждого пользователя что-то припросчитали, сложили, запомнили. Здесь такой случай не работает. Здесь как бы нам приходят... Да. Здесь какой-то покупатель приходит, то есть есть его история покупок, его чеки, и нужно вот прям по ним, прямо сейчас что-то сказать. Нет такого, чтобы мы такие сказали, а, это там дядя Вася с пятого подъезда, мы же про него что-то там раньше знаем, мы достали, там, знаем его пол, что-то еще, там, достали про какие-то про него признаки и использовали. Вот такого нет. Все. Тогда про данные немножко поговорили. Начинаются более-менее интересные вещи. Так. Финбокс. Часть первая. Глобальный топ. Да. Я немножко не сказал про метрику. Вообще, в задаче рекомендации выбор метрики — это не очень тривиальная вещь. Там всегда нужно думать о том, что происходит, как правильно валидироваться. Здесь за нас уже подумали организаторы и сказали, вот, у нас будет метрика Nmap, нормализованный Min-Average Precision, вот, который, по сути, просто Min-Average Precision на 30 объектах. Вот. И четко дали описание того, как именно будет устроен процесс. Что у нас есть точка во времени, до нее нам все известно, следующую транзакцию мы предсказываем. Вот. Такая формализация, она удобна, потому что нам с ней сейчас будет проще работать. В жизни не обязательно должно быть именно так, это может как-нибудь по-другому быть. И вообще выбор того, что именно предсказывать, как замерять качество, это отдельный большой вопрос. Я его особо не касаюсь, сказав только, что вот организаторы сказали им делать вот так. Вот. В целом все зависит от задачи, как я знаю. Я использую здесь две функции. Это функция, которая возвращает имя шарда. То есть я данные разбил на шарды, на 8 JSON-чиков. Вот. Чтобы не писать каждый полный путь, я использую заготовку. И функция от организаторов, который замеряет качество. Вот. И дальше будем пытаться что-то строить. Начнем с бейзлайна. Самый простой бейзлайн — просто взять и посчитать топовые товары. Скажем, что рекомендации не персонализированы. Мы просто посчитаем самые популярные товары и будем всех рекомендовать. Тупой, банальный подход, который часто может работать. Так. Здесь мы проходимся по всем файликам. Достаем все чеки. В каждом продукте мы достаем ID-шник продукта и плюсуем единичку. Максимально просто. И делаем это для половины наших данных. Смотрим. Смотрим. Да. Ну вот какие-то продукты есть. Есть продукт с непонятным хэшом, у которого давайте, наверное, попытаемся посмотреть. Есть у нас каунтер этот дел, да? Каунтер же называется, да. Есть каунтер вот такой. Сколько раз мы видим, что купили этот продукт? Его купили 168 тысяч раз. Вот. А есть следующий за ним по популярности. Это вот такой. Его купили в три раза меньше. Ну, да, это вообще-то был вопрос в том, какой, скорее всего, продукт, который покупают чаще всего, в три раза чаще, чем следующий за ним. Вот. Скорее всего, это действительно пакет. Ну, потому что это данные пятерочки, ну, вообще, какой-то сети ритейловых магазинов. Да. Мы не знаем конкретно, но, скорее всего, это пакет. Следующий. Ну, вот, вероятно, банан. Вот. Остальные можно тоже попытаться поугадывать, но это будет сделать тяжело. Ну, да. Нам это сейчас в сообществе не особо нужно. Нам просто важно, что мы сформировали самые популярные товары. Все отсортировали, взяли. Ну, пока что взяли все. И сейчас померяем качество на них. Для этого мы, как бы, загружаем те данные, которые не использовали в обучении. Поэтому, как раз, я разбил на шарды, потому что удобно. Просто оперируем номером шарда и берем ту часть данных, которые не использовали. Если раньше я брал четыре части в обучении, то сейчас я беру последнюю под номером семь и на ней буду тестировать качество. То есть я считываю клиента, говорю, что мы рекомендуем ему 30 самых топовых товаров, настоящие у него записаны товары и вычисляем метрику. Потом ее усредняем. Вот. Получили примерно вот такое качество инмапа. Как вы думаете, это хорошо или плохо? 0,64. Ну, как тебе на самом деле? Потому что это не 6,4%. Ну, это не 6,4%. Это как бы 6,4% попугая в терминах мамы. Да. Как бы соревнования — это плохо, это правда. Но само число ни о чем не говорит. Сказать, это хорошо или плохо, вообще непонятно. То есть это некоторые бизлайн, к которым будем отталкиваться. Вот это наша опорная точка. Все, что ниже нее, как бы плохо. Все, что выше нее, как бы, уже хорошо. Какой-то прогресс. Я сохраню на всякий случай то, что получилось. Возможно, мне это пригодится. Глобал топ, на самом деле, это может показаться, что это довольно глупая идея. Взять там, просто какой-то, построить список товаров, популярных, всех рекомендовать. На самом деле, в жизни это работает довольно хорошо. И если вам нужно вот прям за 20 секунд что-то сделать, прям сегодня, чтобы оно выкатилось, и на нашел приносить деньги, отлично работает. Это то, с чего стоит начинать. Потому что выкатить такую простую вещь, можно понять, насколько как бы ваша рекомендация работает в целом, какой не приносит эффект, и потом постепенно улучшать. Не надо никогда пытаться строить сразу тяжелую модель. Всегда это делать постепенно, атернативно, добавляя по одному элементу. Вот. Поэтому как бы вот я, если мне приходится делать рекомендовать системы, первое, что всегда делаю, это, условно говоря, вот такие тупые вещи. Вот. Потом их можно усложнять, например, посчитать самые топовые товары отдельно для мужчин, отдельно для женщин, отдельно, там, не знаю, для категории 18-25, отдельно категории, там, 25-40. Ну, то есть строить такие же топы, но в каких-то разрезах. Вот. Это тоже бейзлайн, который работает замечательно в жизни. Вот. Но с ним мы более-менее закончили. Считаю, что вот мы получили опорное качество, от которого будем отталкиваться, и идем дальше. ILS. ILS рекомендации. Теперь мы пойдем чуть хитрее и вспомним про всякие модельки. Мы знаем, что у нас, по сути, вот все наши покупки, все наши чеки, они представляют собой такую матричку, где здесь у нас пользователи, а здесь у нас товары. И причем мы знаем, что товаров у нас, ну, 43 тысячи примерно. А пользователи, ну, сколько у нас там в истории есть, столько есть. Вот. Мы знаем, что пользователь там что-то купил, значит, он, например, пользователь Вася, вот он купил пакетик, он, не знаю, там, купил бананы, а лучше он купил два пакетика и два килограмма бананов. А еще купил печеньки и сникерс. Вот. И такие у нас есть информации, общественно, про каждого пользователя, составленные в этой матрице. Вот. В ней есть дырки, потому что, ну, вот эти товары Вася не купил. Но мы хотим понять, насколько они ему интересны. Вот. И здесь работают, как бы, все те же методики, которые работают в других системах, что мы можем попытаться оценить, насколько вот эти пропуски человеку интересны. Это матричное разложение. Мы говорим, хорошо, давайте представим, что у нас конкретное число, например, вот здесь на пересечении, на пересечении этого юзера и житого объекта. Оно отражает, насколько объект этому пользователю интересен. Вот. Ну, как вот здесь. Интересно, что вот для Вася, это у нас были, кажется, бананы. Бананы интересны. У него стоит двойничка здесь. Вот. Как это можно смоделировать? Ну, общее предположение, которое часто используется, оно примерно следующее. Мы говорим, давайте, это большая матрица, которая у нас есть. Это, на самом деле, она примерно равна произведению двух матриц поменьше. Вот такой и какой-нибудь вот такой. Здесь, ну, не помещается, будем считать, что она такая длинная. Здесь столько же айтемов. Здесь матричное умножение, а здесь размерность, которую мы будем использовать. И тогда пересечение итого и житого, это произведение итого вектора для пользователя на житый вектор для айтема. Обычно в матрицах разложениях здесь говорят про про разложение и про вектора. Точно так же про это можно думать, как про эмбеддинги. Если кто период с вами эмбеддинги знает там их из, например, из МЛП, это поможет, что это то же самое. У нас есть некоторый набор чисел, который описывает некоторых фичей условных. Наша точка пространства или эмбеддинг для пользователя или для объекта. Вот. Их скалярное произведение дает нам оценку, насколько оно хорошее. И тем самым мы пытаемся тогда подобрать такие параметры, которые вот в тех точках, которые нам известны, приближают то, что мы знаем, а в тех точках, которые мы не знаем, мы будем использовать. Это то, что называется маточными разложениями. И они есть разные. Я буду сейчас рассказывать про имя, который называется ILS. Это Alternative LSQS, чередующиеся наименьшие квадраты. У нас есть наша матрица. Мы говорим, что она, я пишу специально примерно равно, потому что здесь не точно равенство, а примерно, произведение двух матриц, которые мы будем искать. Вот. Как оно происходит? Мы говорим, давайте мы как-то их проинициализируем случайно, вообще какие-то числа набросаем. Одну матрицу зафиксируем, например, вот эту. А вот эту будем обучать. Ну, то есть сделаем, там возникает задача, как наименьшие квадраты, и она имеет аналитическое решение. Поэтому зафиксировав эту матрицу, мы можем найти такую матрицу наилучшую для продуктов, которая максимально приближает нашу исходную. Сделав такой шаг, мы говорим, хорошо, теперь меняем. Фиксируем эту, которая у нас получилась, и оптимизируем вот эту. И такой образ, как бы шагая по, как уточка, одной шагой сначала одной, зафиксируем, потом другой. И так, сделав несколько шагов, мы постепенно приближаемся к решению. Вот. Поэтому у этого метода, в общем-то, есть несколько параметров. Один параметр — это вот эта размерность, насколько большие эмбеддинги мы хотим брать, насколько как бы много информации мы хотим учитывать. Это обычно что-то типа n-factors называется, количество факторов. И есть параметр n-eters, количество итераций, которые мы будем делать. В принципе, это работает так, что чем больше факторов, тем выразительная модель, тем лучше она приближает исходную матрицу, тем сильнее она переобучается. Чем больше n-eters, чем больше итераций мы делаем, чем точнее наше решение, тем сильнее мы с крестью переобучимся. Вот. Ну, нужно сказать, какой-то баланс. Типичное значение, ну, не знаю, n-factors там порядка, может быть, не знаю, от, наверное, каких-нибудь 16 до 256, где-то в этом диапазоне. Количество итераций, ну, от 5, не знаю, до 50. Тоже где-то в этом диапазоне обычно используется. Я вот, например, знаю, что есть случаи, где на практике довольно хорошо работает там n-factors 64, а n-eters 5. В случае, когда на практике работает хорошо. Вот, например, это потому, что числа нравятся, потому что степень двойки, но скорее это просто диапазон, что это от десятков там до единиц сотен. Вот. То есть здесь могло быть не 256, а 253. Ничего бы не поменялось. Просто 256 мне больше нравится. Вот. Это немножко просто метод ILS. Вот. И, собственно, он реализован в разных библиотеках. Он есть на Spark. Он является таким стандартом в сереграде системах, самым простым. И он реализован в библиотеке Implicit. Поэтому мы ее используем. Так. Ага. Да. Сейчас здесь должно получиться по-другому. И вот так. Да. Мне говорят, что, извините, модуля Implicit нет. А кто знает, почему нет? Кто-нибудь догадывается? Хорош, попытка, но нет. Оно сейчас запущено в докере, да. И правильный ответ, потому что я взял стандартный докер кем-то подготовленный. И там этого пакета нет. Надо его там поставить. Поэтому я человек простой. Я прям тут же сделаю. Я же сделаю, да? 3, install, implicit. Вот, уху. Это занимает некоторое время, да, но это, в общем, я уже делать не очень долго. Это, там, минутка, не знаю, такого порядка. Вообще, это, конечно, костыль, да, просто потому что я заранее не позаботился и не решил проблемы с зависимостью себя на ноутбуке. Поэтому приходилось так. Implicit, она как бы питонячая. Она написана на сайтоне, на самом деле. И написана довольно хорошо, довольно производительная. Я ее порекомендую как такой базовый вариант. Если нужно делать быстро на коленке, чтобы заработал, вот это прям отлично либо. На самом деле, даже когда они не совсем на коленке, а просто решение такой среднего масштаба тоже довольно хорошо работает. Парам, парам, парам. Все, установили. Теперь работает. Теперь работает, да. К тем функциям, которые были раньше, это про getShart и метрику, добавились еще две. Первый — это ProductEncoder. Я могу его показать. Он очень простой. Его суть в том, что... Так. Ага, да. Он просто запоминает продукты и каждому продукту выдает номер. И мы можем по ID-шнику продукта получить номер и по номеру получить ID-шнику продукта обратно. Нам это нужно будет, когда будем матрицу сформировать, чтобы знать, в какой столбец нужно положить конкретный продукт. Такой вспомогательный классик. Вот. И вторая функция, чуть более хитрая, которая по истории пользователя и энкодеру собирает вот строку этой матрицы. Раскладывает на нужные места значение того, что пользователь покупал. Она делает это в спарстном формате. Давайте просто немножко посмотрим. Мы создаем, значит, какие индексы и какие значения там будут лежать. Идем по истории продуктов и запоминаем просто все продукты, которые мы увидели. Просто складываем список. Человек купил там бананы, пакет, еще пакет, еще пакет, чай, что-то еще, что-то еще. Получаем такой блоский список. Вот. И дальше для каждого продукта мы его кодируем в индекс. То есть запоминаем, в какой столбец он должен попасть. И говорим, что вот там будет лежать число, какое? Один поделить на n. Где n, количество продуктов. Это сейчас довольно важно. Здесь могло бы быть иначе, но я решил сделать так. То есть я сумму всех продуктов пользователей делю на единицу. Вернее, нормирую на единицу. Так, чтобы их сумма была единица. Зачем, да? Это нормализация, да. И я как бы исходил из того, что мне всегда об этом впороче думать, как некоторое распределение. То есть у нас есть как бы продукты, и мы оценим вероятность того, что эта штука интереса человеку. Это как вероятность, она должен суммироваться на единицу. Вот. Это такое очень на пальце предположение. Вообще говоря, оно не обязательно. Здесь могла быть какая-нибудь другая функция. Я сделал так, потому что мне так было удобнее. Я так захотел. Но я неспроста про это рассказываю. Мы этого еще коснемся, да. Поэтому всегда достаточно важно понимать, что на самом деле происходит, потому что какая-нибудь мелочь может все сломать. В данном случае вот это еще стрельнет. Вот. И дальше все это просто заворачивается в sparse-матрицу. Стандартную питания. Вот. Эти две функции будут использоваться. Собираем продукт-экодер. Я сразу загружу валидационные данные. То есть все тот же седьмой шар. Но возьму не все 10 тысяч записей из него, а только три. Пусть сейчас будет помедленнее, чтобы не очень долго это было. Соберем из первых четырех шардов вот такие вот собственно строки для каждого пользователя. То есть мы пройдемся по всем пользователям, возьмем все их истории и добавим, сделаем из них столбец, добавим к общим столбцам. Это спарс-представление. Вот давай сюда вернусь. Вот здесь я собираю какие-то информацию. На самом деле я смотрю на этот вот конструктор, видимо. Он говорит, мы хотим сделать матрицу, у которой есть значение. То есть значение это вот те как раз… Если я вернусь вот сюда, в спортс-виде, я говорю, есть значение 2, 2, 1, 1. Говорят, где? На третьем столбце, на шестом столбце, на девятом, на двенадцатом. Вот. И говорю полный размер. Размер 1 на 43 тысячи. Да, мы просто, мы по сути говорим, что вот, как, знаешь, в этом, в морском бое. Мы говорим 1, 5, 2, 1, 9, 2, вот. А все остальное сам заполнить нулями. Вот. Но при этом мы должны искать весь размер поля, чтобы знать, какой они размерность. И это указывается здесь дальше параметром shape. Вот. То есть я формирую, поскольку это одна строка, размерность 1 на количество продуктов. Вот. И дальше все они получают одинаковую размерность. Это как бы некоторая тонкость работы со спарцматрицами в питоне. Но это как бы вещь более-менее техническая и имеющая мало отношения к рекомендациям. Вот. Дальше мы все эти столбцы можем объединить вместе и поменять формат. Ну, потому что в спарцном формате они хранятся немножко по-разному. Тот формат, который мы используем сначала, это QO, когда мы прямо по координатам задаем. Говорим, вот по таким координатам какое-то значение. Для обучения нам потребуется CSR-формат, немножко другой. И если мы посмотрим, то это потом получим матрицу, в которой у нас 40 тысяч пользователей попалось, 40 тысяч клиентов мы обработали. У нас примерно 43 тысячи продуктов. Я думаю, что можно какой-нибудь X-Pars посмотреть. Да, он говорит, что это вот Спарс-матрица, в которой почти 3 миллиона элементов. Спарс-матрица, в которой 3 миллиона конкретных продуктов учтены. Вот 3 миллиона не нулей в ней. Вот. Это много или мало? 3 миллиона за какой матрица? Ну, давайте попробуем оценить так, что всего в ней было бы вот столько элементов возможных. Как бы если мы все-все-все для каждого продукта имели настоящую, честную релевантность. Вот. У нас по факту вот столько. Ну, то есть это 1 тысячное примерно заполнение. Вот. Поэтому это называется Спарс-матрица. Поэтому удобно хранить в таком виде. Вот. И поэтому они влезают в память ноутбука. Потому что на самом деле мы храним в тысячу раз меньше, чем должны были бы. Вот. Собственно, теперь ILS, да. ILS — это для каких-имплицит. Вот он здесь. Да, кстати, давайте прям сразу. Implicit Python. Посмотрим на справку в замечательной библиотеке. Здесь вот описано немножко, что есть. Есть указание о том, что есть ILS, которым будем использовать с параметрами и описанием параметров. Есть Bias'овая персонализация. Про нее я немножко упомяну, наверное. Есть матричная факторизация. Три метода указаны. Вот. Нас сейчас интересует именно ILS. Мы говорим, мы хотим ILS. Число факторов, это то, которое я говорил, размерность, которую будем использовать для матричного разложения, она 16. Это я выбрал, ну, на самом деле, просто дома немножко поэкспериментировав. Число, которое небольшое, оно более-менее работает. Его надо вообще подбирать. Это гиперпараметр. Регуляризация — это как в линейных моделях. Я поставил ее 0. Вот. И 8 итераций. Такие параметры говорят на нише границы того, что обычно происходит. Вот. Дальше есть такая особенность, что если посмотреть документацию на метод fit, тут есть fit, требуется матрица item users, где сначала идут продукты, а потом пользователи. У нас, как я рисовал, наоборот. Матрица построена наоборот. Вот. И это, на самом деле, довольно нетипично, что они хотят перевернуть, поэтому здесь нужно сделать прям явное транспонирование. Если этого шага не сделать, то никакой ошибки не будет. Все, бучится, а потом у вас будут проблемы. Вот. Это как бы такая проблема, на которой я когда-то наступил, долго не понимал, в чем дело, а потом внимательно прочитал справку и говорил, а-а-а, надо транспонировать. Так и оказалось. Пытаемся теперь эту штуку обучить. Она будет делать 8 итераций. Здесь вот видно, написано, что примерно 4 секунды на итерацию. Ну, в общем-то, довольно быстро. По разреженности? Ну, вообще говоря, сколько угодно. Матрица может быть любого размера с одним элементом. Чем больше размер, тем как бы у тебя меньше разреженность. По сути, потому что мы храним только элементы, которые не нули, то как бы они занимают память, а все остальное бесплатно. То есть нули ты хранишь за ноль. Это удобно. Вот мы обучили модель. На самом деле мы, по сути, вот здесь подготовили фичи, когда сделали матрицу. Теперь мы сделали ее разложение. И после этого получили модель. Вот, которая здесь модель. Сейчас с помощью нее будем делать предсказания. Чем хорошо, чем хорош ILS? Почему я как бы начал рассказывать про него? Я напомню, что вообще говоря, матричное разложение, оно позволяет для конкретного пользователя и конкретного продукта посчитать, сколько он полезен. Вот. Но у нас пользователь приходит каждый раз заново. И у нас для него вот этого столбца может не быть. Ну, вернее, не может не быть, и у нас его точно не будет. Мы не могли его заранее посчитать. Вот. ILS прекрасен тем, что добавив новую строку и зная, что на него здесь, здесь единица, здесь, там, здесь и здесь. Вот. Мы же знаем вот эту матрицу и вот эту. Так мы говорим, хорошо, давайте мы вот эту матрицу как бы знаем, ее зафиксируем и подберем такое представление для этого вектора, которое наилучшим образом при данной матрице продуктов аппоксимирует вот эти единицы. То есть мы можем вот этот недостающий вектор тут же быстро пересчитать. Это фишка именно ILS. То есть если у нас есть клики, то мы можем по кликам, ну, или там, покупке, по ним получить представление, а потом, используя его и представление для всех продуктов, получить оценки для всех продуктов. В этом, собственно, соль ILS, и поэтому он здесь особенно прекрасен. Да, то есть вообще говоря, в стандартном методе нужно было добавить нового пользователя, сделать полностью заново все разложение, а потом для этого пользователя получить рекомендацию. Это долго, и это, конечно, никто не делает. Вот ILS это можно сделать легко, просто… Да, если пришел пользователь, про который мы ничего не знаем, как бы мы ничего не можем порекомендовать. Ну, здесь я не учитываю, здесь только история покупок. Да. Да, именно так. Да, просто по идишникам. Предполагается, на самом деле, что если это продукты, ну, как бы близкие, то они будут иметь близкий профиль покупок, то есть их будут покупать, например, одни и те же люди. И потом при разложении они получат близкие представления. То есть то, что эта информация неявно учтется. Вот, но явным образом она не задается, да. Вот. Что нас тут стоит посмотреть? Что мы идем по валидационным данным, достаем чеки пользователя, преобразовываем их в такой столбец, вот как раньше, а дальше говорим, хотим порекомендовать. Тут немножко интересный синтаксис. Мы говорим, что хотим порекомендовать для вот таких пользователей. Вот здесь один, который мы собрали, наша строка. ID-шник пользователя 0 будет. Мы хотим 30 айтемов. Мы не хотим фильтровать те, что он уже покупал раньше, потому что пользователи могут завершать повторные покупки, это нормально. Если купил вчера пакетик, он и завтра может купить пакетик. Это окей. Вот. И главное, что мы хотим пересчитать пользователя. То есть мы не берем ранее посчитанный вектор, а мы используем наш, который мы сейчас дали, и из него пересчитываем новое представление. Вот. Тем самым мы получим рекомендации. Давайте, наверное, я сделаю так сейчас. Чтобы показать просто, оно выпало, да, как выглядит rowrex. Нам модель возвращает ID-шники продуктов, которые она считает наиболее близкими, и, собственно, степень близости. Вот. Здесь получается, что вот ID-шник под номером 13091, вот, он наиболее близок. Дальше идут они по убыванию. Вот. 1391 нам ни о чем не говорит, поэтому нам нужен продукт-энкодер, который обратно его раскодирует. То есть мы скажем, что у нас есть продукт-энкодер, мы хотим превратить в продукт-айди 13, как там было, 091. Вот. То это на самом деле был вот такой продукт. Вот чтобы как бы вот эту операцию на преобразование продукта в индекс, индекс продукта убрать, есть продукт-энкодер. Это просто инструмент, не более чем. Вот. И дальше мы просто берем эти рекомендации, преобразуем их в ID-шники продуктов. У нас есть настоящие ID-шники, что он купил, и мы замеряем метрику. Посмотрим теперь, как это работает. А да, надо брейк убрать, конечно. Это работает все еще довольно быстро, но вот порядка 160-150 пользователей в секунду обрабатывается на моем ноутбуке. Это работает на одном ядре, соответственно, если этот параллель будет еще быстрее, вот, но порядок примерно такой. То есть это довольно быстро, на матрице такого размера. Вот. И получилось качество 0,52. Если вспомним, то раньше было лучше. Как бы странно, да? Мы вроде обучили модель, она должна чему-то научиться, она училась хуже, чем просто популярные товары. Вот. Возможно, где-то что-то пошло не так. Я подскажу, что в параметрах не надо искать, как бы параметры здесь нормальные. Их можно попытаться пооптимизировать, но они ок. Проблема в другом. Как вы думаете, в чем? Какие-нибудь гипотезы? Давайте сейчас. Что-что? Да, это правда. Но я как бы в тот момент уже проговорился немножко. Вот. Я, наверное, должен теперь пояснить. Проблема вот в этом коде. Вот в этом. Как видно, вот в этой штуке. Положен, что у нас пользователь купил, не знаю, 100 продуктов. Значит, у нас будет 100 ненулевых значений в этой матрице, но они все будут не единичка, а 1 сотая. То есть, чем больше пользователь покупает, тем меньше эффект от каждого продукта. Вот. И получается, что если у нас пользователь большая история, то тут очень маленькие значения. А наша система, которая обучается, она ничего про остальные продукты не знает. Она просто каждый предсказывает независимо в отдельности. Она смотрит, говорит, о, здесь число должно быть не единица, а 1 сотая. Такая, ну, 1 сотая, как-нибудь пооптимизировали, ну и ладно, сойдет. Вот. Я тем самым размазал сигнал, и он получился невыраженным. И ничего толком не обучилось. Вот. Можно попробовать это исправить, убрав вот это деление на n. Просто прям честным образом поставив 100 единиц. Убрав просто на нормировку. Да. Обычно да. Ну, от 0 до 1, как бы обычно хорошо, когда это либо 0, либо 1. Либо когда это рейтинги, там, 0, 1, 2, 3, 4, 5. А когда слишком большая градация, типа там есть 1 сотая, где-то 0,25, а где-то вообще единица, то это некоторые проблемы возникают. Вот. Поэтому мы сейчас читерим и просто возьмем эту функцию, которая у меня здесь была заимпорчена. Я ее переопределю. И скажу, что я не буду делить на n, а просто поставлю единицу. Вот. Уберу нормировку. И быстренько все это пересчитаю. Ну как, относительно быстренько. Недавно собираем обучающий датасет. Собираем эту спортс-матрицу. Она должна быть такого же размера, такое же число элементов. Снова обучаем АЛС. Такой же. И замеряем качество. Напомню, тут был 0,52 до изменения. Сейчас должно быть, по идее, побольше. Что я изменил? Я здесь убрал деление на n. То есть убрал нормализацию. Нормировку, вернее. О, стало немножко получше. Уже лучше, чем бейзлайн. Лучше, чем было до этого. Вот. Это, на самом деле, пример того, как вроде как алгоритм один и тот же, а вот какой-то небольшой шаг на подготовке данных может все сломать. Поэтому довольно важно понимать весь сетап, весь пайплан, как он происходит. И где что может пойти не так. Вот это АЛС. Самый простой и популярный используемый метод. Он хорош в общем-то тем, что его довольно легко завести. Тем, что он интерпретируемый. На него можно так посмотреть глазами. И он, например, есть в Spark. Есть реализация сейчас, которая на больших данных способна делать то же самое. И на одном ноутбуке, как прям на большой матрице. Поэтому он довольно популярен. Да, вопрос был. Да. Ну, можно поставить 0.1.2. Тут, на самом деле, как бы есть… Ну, скажу так, я, наверное, не могу ответить на этот вопрос. Правильный ответ такой, что надо экспериментировать. Мне предполагать, что здесь есть какие-то оценки. Исходное это было придумано для рейтингов типа от 0 нет, 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И изначально это все работало на нем. Потом адаптируются другие варианты. Вот надо смотреть, как оно работает. Какого-то универсального ответа нет. Вот. Вот немножко поговорили про ILS. Если ок, тогда движемся дальше. Ок. Начинаются еще чуть более интересные вещи. Item to item. Идея в следующем. Вот. Да. Да. Почему чуть-чуть лучше? Да. Сейчас, ну, как бы, ответ такой. Наше ожидание было в том, что он должен быть лучше. Он работает лучше. Почему работает, типа, меньше, ну, там, чуть-чуть прирост? Вот. Это, как бы, зависит от задачи. Возможно, мы все еще плохо настроили. Вот конкретно, вот, в данном примере, что у нас вы знаете, что у нас сейчас сейчас происходит. Да. В чем проблема? А почему вы думаете, что здесь проблема? То есть вы ожидаете, что будет там идеально качество единицы? Нет, я ожидаю, но он будет хотя бы на какой-то там пенсионерах. Если же, какой-то. Ну, смотри, вот, бейслайн нас здесь выдал, сколько там, напомню, что, типа… 0,65, да, что-то такое, вот так вот. Ну, 0,65. В конкретно сейчас проходит вообще там самого топа решения, сколько я помню, типа 0,13 с копеечками. 0,13,5. Это когда уже замешано все, там, сколько там моделей, я уверен, там, несколько моделей, там все завтекано, как бы, замешано. И это, ну, не то, что, как бы, предел, но это довольно большой шаг вперед. Одной модели, я уверен, что столько не получить, простой. Вот, и здесь, как бы, разница по метрике всего в два раза. То есть здесь на порядок, в принципе, не может получиться. Да. Вот, ну, просто ожидание того, что… Ну, то есть правильное ожидание должно стать лучше, чем бейслайн. Вот, ожидание, типа, должно стать в два раза лучше, оно неправильное. А почему в два? Мы понятия не имеем. Может быть, там на процент лучше. Вот, и понять, как бы, а если стало лучше, вот как у нас, там, мы вместо 0,6 получили 0,7, это хорошо или плохо, мы добрали или не добрали, а нет ответа. Мы не знаем. Только методом эксперимента. Если мы получили конфигурацию, которую мы получили больше, значит, можно было больше. Вот сказать, так, пришли в глаз, что нет, должно было быть 0,7, 0,8, нельзя. Вот, к сожалению, так не работает. Ну, как бы, как посмотреть, да. Вот, теперь про item-to-item. Это несколько другой подход, который использует не вот такую штуку с разложением, а говорит следующее. Вот у нас есть товар, наш item. Его купил там такой пользователь, такой, такой и такой. А есть другой товар. Его купил, например, тот же, тот же, здесь другой, а здесь тот же. Вот. Мы можем, зная, кто покупает товары, посчитать похожие между товарами. То есть для каждого товара мы его сравним с каждым другим и посчитаем, как бы, насколько часто их покупают там вместе, сколько они пересекаются. И тем самым для каждого товара можно составить топ товаров, которые на него похожи. Вот. И дальше исходить следующим образом. Если у нас человек купил пакетик, то мы знаем, что, а, с пакетиком обычно покупают там, не знаю, чай, туалетную бумагу, что-нибудь еще. Вот. Мы таким, говорит, окей, пакетик, значит, запомнили. У нас есть к нему там чай, туалетная бумага. Потом смотрит, человек купил, там, не знаю, печеньки, мы такие, ага, с печеньками. Обычно покупают, там, не знаю, вафли и сахар. Мы такие, а, значит, еще надо будет добавить вафли и сахар. Вот. И таким вот образом просто для каждого товара мы составляем список товаров, которые с ним чаще всего покупают, и просто их складываем. Человек купил там один товар, мы говорим, ой, с ним чаще всего покупают другие. И просто докидываем сверху и получаем наши рекомендации. Вот это то, что называется item-to-item. То есть мы для каждого товара просто считаем похожие товары и запоминаем. Вот. Здесь параметры, которые в таком гритме настраиваются по большому счету, это как мы будем замерять похожие между товарами. То есть вот у нас есть кто купил один товар, кто купил второй, как нам посчитать, насколько они похожи. Вот стандартный метод — это прокошенность на расстояние. Мы просто берем, берем скаляное произведение, единицами скаляное произведение, где-то получается расстояние по косинусу или похожесть без единицы минус. И кроме того, как считать похожесть, мы еще запоминаем, указываем, сколько товаров мы будем хранить для каждого. То есть мы говорим, что отлично, мы для каждого товара считаем похожие всего со всеми остальными, но запоминать будем только несколько, запоминать только 10. Вот. Или там только 100. Вот. Такие-то есть два параметра. И этот алгоритм тоже реализован в библиотеке Implicit. Он как бы довольно хорошо работает, когда у нас очень мало товаров. Ну, меньше, чем пользователей. В нашем случае, в моем примере, который я показываю, примерно одинаково. Потому что пользователей 40 тысяч, товаров 40 тысяч. Но вообще говоря, в задаче пользователей в 10 раз больше, чем товаров. И поэтому решение с помощью вот просто запоминания товаров, оно работает эффективнее. Смотрим на него же. Тут, на самом деле, первая часть такая же. Я даже оставил функцию, которая вот делает ненормированные столбцы. Собираем 4. Все то же самое. Кроме вот здесь вот этой части. Я уже открывал справку и показывал, что вот в справке в библиотеке написано, что есть ILS, есть BIS персонализация, есть логистическая матришная факторизация. Здесь в справке ничего нет про item-to-item методы. Я не знаю, почему так. Честно. Я узнал, как бы, о них просто заглянул в код-библиотеки. Я просто полез такой, типа, вау, там есть, прикольно. А в справке ничего нет. Так бывает. Такова жизнь. Вот. Но про это полез знать. Так, здесь все собралось нормально. Мы говорим, что мы хотим соседей, ну, так называется модуль. Вот. Косинусный рекомендатор. Косинусный означает, что расстояние, ну, похожесть объекта будет замеряться как косинусное расстояние. Ну, как косинусная похожесть. Прошу прощения, я их немножко путаю, но концепция одна и та же. Ка — это сколько самых похожих продуктов для каждого продукта мы будем хранить. Вот. Это сейчас означает, что для каждого продукта мы запомним 200 наиболее похожих для него. Будем рекомендовать именно их. Сделаем тот же самый fit. Как бы, здесь все выглядит точно так же. Можно догадаться, что здесь надо тоже перевернуть матрицу, может, только из кода, посчитав код. Вот. Просто справки этого уже нету. Вот. Но это сделать можно. В остальном здесь работает точно так же. Есть такие же параметры, так же не передаются. И этот, на самом деле, код скопипачен. Прямо оттуда, как было. Пам-парам-парам. Стало еще лучше. Item-to-item работает прям хорошо. Вот. При этом он быстро обучается и вообще отлично работает. Вот. И для item-to-item даже никакие вектора пересчитывать не надо. По факту мы просто запоминаем с каждым продуктом, что ему советовать. И просто берем, смотрим. Человек купил один продукт, мы ему говорим, вот эти три еще советуем. Купил второй, еще три советуем. Ну, в данном случае еще 200 советуем. Вот. И все. И так получаются наши рекомендации. Вернусь теперь к тому, что было раньше. Вот у нас, по идее, улучшилось. Уже как бы качество стало получше. Надо бы обрадоваться. Но вот здесь я оставил как бы прям числа. Целые, как они были. Вот. А для косинусных расстояний, правило, нормировка работает хорошо. Ну, потому что косинус внутри себя делает нормировку. Вот. Поэтому я все-таки добавлю, если верну, как было. Посмотрим, что будет. Если вот здесь я все-таки нормировку такую оставлю. Ваши ставки. Ага. Да, 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 да. Справедливое замечание. Вот. Сейчас я это пересчитаю. Естественно, я раз это делаю, должно стать лучше. Давайте. Ваши ставки пока не научились. Насколько должно стать лучше? А? 10, да? А еще варианты? Я, честно говоря, не помню. Сейчас узнаем. Вот. Но, по-моему, больше, чем 10. Это, в общем, иллюстрация того, что вот разная нормализация, но по-разному работают на разных методах, поэтому надо пробовать и одно, и другое. Итак, здесь 11. 11. Вот это уже почти в два раза лучше, чем было раньше. Вот. Хотя метод сам по себе проще, чем тот же Ls. Он вот конкретно в этой задаче работает довольно хорошо. Вот. Дальше утверждение такое, что вот здесь сейчас написано, что мы для каждого товара забираем 200 самых популярных, самых похожих на него товаров. Вот как вам кажется, если мы будем увеличивать число похожих товаров, будет становиться лучше или хуже? Давайте проверим. Вот. Я прям сейчас. Ну, мне кажется, не очень очевидный момент. Что-что? Да. Да. А потом все равно мы выберем из них топ-30 в финале. Вот. Но просто для каждого товара мы запоминаем там 200 самых похожих. И они запоминаются не просто как 200 самых похожих, как равнозначные. А у каждого есть свой вес, насколько он похож. И эти веса суммируются. Должно по-никак-то поменяться. Ну, потому что, смотри, что происходит. Когда мы берем для каждого товара, например, 200, мы запоминаем, что вот есть там для товара первого есть 200 товаров, которые на него похожи. И у них есть похожесть. Ну, типа там первый похож как 0,53, второй как 0,52, а третий, не знаю, как 0,49. Вот. Когда мы берем для второго, у нас тоже есть свои похожести. И тут могут быть другие числа. И может быть смешная ситуация, что, например, сумма похожих товаров где-нибудь в хвосте, она перевысит там отдельный товар здесь и вылезет вверх. То есть, по идее, чем больше мы берем хвост, как бы, тем больше точность, да, но тем больше может быть перестановки. Товар может быть, который раньше не вылезал в топ, сейчас может вылезти. Или, наоборот, стопа вылететь. Вот здесь число 30? Это число, потому что организаторы просили делать предсказание только 30 объектов. А здесь так и происходит. То есть, он берет, на самом деле, все из них выбирает 30 самых высоких. Уже просто потому что мы в финале хотим отдать рекомендации 30 объектов. Вот. Это как бы ограничение нашей задачи. Поэтому я сделал сейчас здесь такой финт. Я попробую поставить тысячу. Посмотрим, что будет на тысячу. Опа! Не посмотрим. Хорошо. Вот, да, кстати, один из приколов того, что как написано implicit, какие-то его ошибки, они могут просто вылетать вот таким вот segfault, и вообще непонятно, что там происходит. То есть я абсолютно не понимаю, что там пошло не так. Память ему не хватило или что-то еще. И это проблема. За это я implicit не люблю. Ну, ладно, тогда мы пойдем в другую сторону. И честно говоря, я не знаю. То есть есть, например, ILS отдельно реализованный. Вот, например, item-to-item хороший я не встречал. Поэтому я как бы ругаюсь, плююсь, но пользуюсь имплистом. Он все-таки работает. Да, я пошел на понижение. На повышение не смог, пошел на понижение. И тут пам-парам-парам. Стало лучше. В том, что это некоторая особенность данных, что очень хорошо, как бы для каждого товара рекомендовать только там парочку похожих на то, что он покупал. И на самом деле можно пойти дальше и сказать, а что 10? Один. А кто то тогда выводит 10, и это у нас 2-й один. Стало еще лучше. А, то есть, собственно, предсказание, рекомендация одного товара. Нет, мы для каждого, как бы, купленного человеку рекомендуем к нему еще один. Вот. Но всему мы рекомендуем суммарно 30. Вот. Но все в том, что, как бы... Можно, например, сделать что-то вроде цикловой карты, чтобы показать, какой цикловой карты, но будет самая идеальная. Можно, в смысле, когда можно перебрать. Как бы, прям перебрать и построить, да. Ну, здесь, как бы, здесь... Ну, просто я это делал, поэтому я знаю, что K1 работает лучше всего. У него метрика самая большая, и более того, ее можно побить, получить еще лучший результат. Это сделать такое предсказание. Просто берем и рекомендуем человеку то, что он раньше покупал. Вот ровно всю его историю. Будет еще лучше. Да. Я вам и даже сомнительс называю. Да. Это, как бы, такая, ну, особенность и маконтретная задача в том, что просто пользователь покупает примерно одно и то же. И реально просто вот бейслайн в духе и беру все, что предыдущего у него было, и повторяю, работает вообще отлично. Вот. Да, это правда. Потому что то, о чем я говорю, как бы, это эффект, связанный с тем, что это просто приводит к такой метрике. С точки зрения метрики это работает хорошо. С точки зрения бизнеса, конечно, такие рекомендации, типа, взяли просто то, что человек раньше покупал, ему же его уже подсовываем, а он работает плохо. Вот. Поэтому здесь как бы разумное решение для конкурса оставить один. Для жизни поставить какие-нибудь 10. Мы получим рекомендации похуже с точки зрения качества, но они будут более разнообразные. Мы реально будем что-то рекомендовать. Вот. И поэтому это как раз такой наглядный пример того, что не нужно слепо верить метрике. Нужно таки понимать, где у нее есть плюсы, где минусы, что она при этом выдает и как это ложится на реальную жизнь. Что-что? True. И, наверное, один, да? Так же интересно. Я, честно говоря, не знаю, что сейчас будет. Нет, очень плохо. Очень плохо. Ну, потому что, да, потому что мы запоминали всего один как бы объект, мы его исключили, его нельзя уже то, что он раньше покупал. Но если кто-то знает, что если ты хоть раз в истории купил пакетик, мы такие, все, пакет нельзя рекомендовать. Вот. А пользователи, к сожалению, покупают примерно одно и то же все время. То есть приходят и покупают там тоже самое там чай, сыр, не знаю, пакетик, шоколадку, что-нибудь еще. Они там периодически меняют, но набор продуктов плюс-минус один и тот же. Это, в принципе, особенность, да, магазинка такая. Таковая. Вот. Вот мы немножко поговорили про item-to-item рекомендации. На этом как бы я хочу с ними закончить и перейти дальше к user-to-user и faiz. Если вопросов нет, то как бы самое, что я хотел, чтобы вы отсюда унесли, это то, что есть разные подходы. Вот. Что есть подход как бы мальчиков изложений. Он действительно работает. Он работает лучше, чем baseline. Вот. Есть подходы, кажется, которые более простые, наивные, типа item-to-item, но они работают иногда лучше. Вот. И что не надо слепо полагаться на метрику. Или иметь одну метрику. Как бы всегда надо немножко думать головой и искать какой-то здравый смысл. Вот. Потому что то, что может быть лучше всего по метрике, может оказаться неподходящей с точки зрения бизнеса. Вот. Ок? Я бы, наверное, сказал так, что направление тюнинга модели заключается в том, чтобы сверху обучать еще одну модель. Вот. То есть этой модели получать рекомендации, получать с коры. То есть мы говорим, насколько там товар похожи. А потом это все с коры какой-нибудь IGGE-буст или, там, не знаю, катбуст, куда мы докидываем уже и пол, и возраст, и день недели, и что-нибудь еще. И там уже можно всякое намешать. Вот. То есть это использование либо как набор кандидатов, либо как некий источник релевантности. Вот. Обычно одна модель, и ровно она не используется. Зачем-то еще намешивается сверху. Вот. Окей. Тогда третий кусочек. User to User. Идея у него примерно такая же. Только мы теперь говорим «Окей». Будем точно так же замерять похожесть. Но теперь не по столбцам этой матрицы, а по строкам. У нас есть один пользователь. Вот есть какой-то второй пользователь. Мы точно таким же образом, может, посчитаем, сколько они похожи. Мы для нашего пользователя ищем наиболее похожих на него. И смотрим, что он покупал. И говорим «О, но раз эти пользователи похожи, наверное, этот купит то же самое, что покупали эти». Ну, как бы все. Логика та же самая, только теперь про столбцы. Вернее, про строки. Вот. Но уже не имплиситом. Уже иначе. Хотя населенная связь будет такая же. Мы просто собираем ту же самую спарс-матрицу. И будем делать ранкейки сведи. Кто знает, что такое SVD-разложение? Вот. А кто не знает, но слышал. Хорошо. Это способ, на самом деле, уменьшения размерности матрицы, когда мы просто делаем матрицное разложение, как я говорил, как это происходит в ILS. Только, в общем-то, руками. Руками фиксировано. А нам нужно примерно для… Для данной задачи применяйте везде? А? А сверстку для данной задачи применяйте везде? Сверстку? Ну да. А на общем и целом тоже извлекать, получается, смысл и понижается в метод вклад. Сейчас, я, видимо, не понял. Что же это еще за метод? А, сверстка, самый обычный. Я не знаю, что это сверстка. Поэтому я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Так, мы, наверное, продолжим, что мы можем потом вернуться, потом обсудить этот вопрос. Здесь я говорю, что давайте сделаем SVD в 128 компонент. То есть наше огромное пространство в 40 тысяч сожмем в 128 компонент. И будем над ним оперировать. Сейчас оно получится. Потом я забегаю вперед и скажу, что я буду обучать KNN, самый обыкновенный, на этих пользователях. Сначала с каверновским KNN. Потом посмотрим на FAS. Вот. Сверстку просто просят. А, сверстку. Окей. Сверстка я уже знаю, что такое, да. Ага, все нормально. Вот. Смотрит тебе можно? Сверстку, ну, скажу так, можно, но тут, за счет того, что пространство больших размерностей, у меня большие сомнения по перфомансу. То есть это не то же самое, что сверстка в картинках. Так, я здесь же валид данные загрузил. Нет, не загрузил. Давайте тогда вернусь. Что, в общем, я здесь заметил? Что я написал здесь когда-то костыль, который я забыл удалить. То, что брать только первые 3000 объектов, а дальше не считать, но просто чтобы было удобнее, чтобы меньше ждать. Поэтому я вернусь и вот это скопирую. То же самое, только уже подготовленное. Тогда у нас здесь будет JS in valid data. Кстати, кто не знает, что такое, это TQDM, который я тут использую. Это я так его везде пихаю. Может, кто-то не знает. Ну, это просто прогресс барчик, который рисует, сколько уже шагов прошло. Никакого смысла в нем глубокого нет. Вот, что здесь теперь происходит? Мы говорим хорошо, берем точно так же все чеки, превращаем их в строку матрицы. Дальше уменьшаем у нее размерность. Получаем сжатую строку. Размерность 250, 128, 128. Потом предсказываем к ННам, находим для нее соседей. Сколько? 256 соседей. То есть находим 256 похожих пользователей. Дальше мы говорим хорошо. Берем и суммируем для этих пользователей их покупки. Что покупали похожие пользователи. Вот. Ну, и считаем, что чем больше они покупали, тем более это полезная штука. И по ним сортируем. Берем 30, вот здесь, 30 самых покупаемых продуктов этими пользователями. И их делаем в качестве рекомендаций. Обратите внимание на скорость. Если раньше у нас там было порядка 200, то теперь порядка 30. Все теперь гораздо медленнее. Вот. Причем, ну, вот этот вот шаг остался, он был раньше. Вот этот шаг, конечно, добавляет немножечко, вот, но не так сильно. Вот самая сложность это вот здесь. Потому что КНН на 40 тысячах точек в пространстве 128 уже больно. Да, да. Чем больше точек, тем как бы, ну, КНН, по сути, делает перебор по всем точкам. Ну, там есть некоторые оптимизации, но вообще, говорят, примерно перебор по всем точкам. Вот. Да, и поэтому чем больше у вас соседей, чем больше пользователей, тем как бы дольше это работает. Вот. И, например, здесь 40 тысяч пользователей, это работает еще прилично. Когда я это делал на полной датасети, на полмиллиона пользователей, это уже прям совсем больно. Это в 10 раз медленнее тактически. И поэтому, собственно, я здесь писал этот костыль про 3000 объектов, потому что мы уже ждем минуту, как бы она только наполовину закончилась. Вот. Это не очень быстрый процесс. А может, таки дождемся. Вот, дождемся и посмотрим на него. Как вы думаете, пока она не досчиталась, это должно быть лучше, хуже, чем ILS, или там чем item-to-item? Лучше, чем что? Лучше, чем ILS. А? А если это можно какие-то паттерны поведения пользователей искать, и на основном випу, может, сказать, что это не было бы похоже? В целом, да? Но нет. Как бы... Логика понятна, я тоже примерно так думал, но получается, что нет. То есть настолько хорошо это не работает. Здесь, конечно, можно еще поспорить, потому что, а как бы, а как я там отнормировал строки? А вот я сейчас, когда взял и здесь посчитал с коры, я посчитал только как бы по всем покупкам пользователей. А может быть, надо взять только покупки из будущего, только по ним пытаться что-то сделать. Это как бы вопрос открытый, но вот как бы в текущем виде оно дает вот столько. 0,89. То есть это лучше, чем ILS, насколько я помню, но меньше, чем item to item. Сильно лучше мне не получилось, но как бы я сейчас, наверное, хочу акцентировать не на этой цифре внимания, а на том, как этот метод можно улучшать, ускорять. Потому что в текущем виде он более-менее пролезает, потому что он очень маленький сэмпл данных мы взяли. Вот. Сделай его чуть больше, все развалится. Вот. Тут на помощь приходит фаис. Прежде чем мы это сделаем, я хочу сохранить модельки и показать, сколько они, собственно, весят. У нас… Ээээ, блин. Так. Давайте сделаем так вот. rm.tmp. Что у нас, в общем-то, свд-преобразование занимает примерно 20 мегабайт. У нас матричка, которая историю пользователя хранит примерно 20 мегабайт. И сам KNN еще 20 мегабайт. Вот. Вот KNN хочет сделать быстрее. Я буду показывать, что еще, на самом деле, может сделать его меньше. Что такое вообще фаис? Это второй инструмент, про который я сегодня хотелось поговорить. Это библиотека, написанная Facebook Research, их группой, которая, собственно, делает ровно одну функцию. Она позволяет быстро искать соседей. Все. Больше ничего не умеет. Но кто делает это замечательно, вообще очень классно. Вот она это умеет делать на процессоре, умеет делать это на GPU. У нее есть классная довольно справка. Ну, как классная. Она, по крайней мере, есть. Какая-то документация, где есть более-менее описание функций. Я, честно говоря, когда это читал и разбирался, я не с первого раза вообще вкурил, что там происходит. Потому что, ну, несколько нетривиальная вещь там ей делается. Вот. Но справка довольно полезная. Конечно же, у меня нет модуля фаис. Поэтому сейчас мы будем его ставить. Клипы настал фаис. Клипы настал фаис. Клипы настал фаис. Да. Справедливое замечание. Все, успех. Возвращаемся сюда. И пробуем еще раз. О-о-о-о. Это интересно. Ага. Сейчас. Да, да. Все верно. Они есть разные фаисы собранные. Мне нужно собранные уже специально. Поэтому это будет pip install. Фаис цпу. Вот. Теперь он установился. И теперь он, по идее, должен заимпортиться. Вот. Да. Я здесь в new. Есть, можно новый ноутбук сделать. Новый текстовый файл. А есть новый терминал. Это довольно удобно. Если у вас доступ к серверу и нет SSH, вы можете делать все, что угодно через ноутбук. Как выглядит общество фаис? Ну вот, три строчки на самом деле. Мы говорим, мы хотим инициализировать фаис, передав ему параметры того, что мы будем строить, обучить на матричке, и потом эту матричку запомнить для KNN. Самый сок заключается вот здесь. Здесь... Вот, 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 я говорю. Это самый сок. Сейчас расскажу. Мы говорим, сколько у нас, какая размерность векторов. 128. Мы говорим, какая будет использоваться метрика. Их здесь две фаиси. Это L2, ну, для обычной вклидового расстояния между точками. И скалярное произведение. Вот. Скалярное произведение, на самом деле, почти как косинусное расстояние с точки зрения номеровки. Вот, поэтому обычно говорят, что поддерживают косинус, имея в виду, что если вам нужно, вы сами отнормируете вектора. Вот. Главное, что эти две метрики поддержаны. А вот самый сок начинается вот здесь. Я сейчас это запущу и пойду рассказывать, потому что это не очень быстрый процесс. У фаис есть так называемые индексы. Они очень разные. Есть прям целая справка по индексам. Но совсем как бы идейно это работает следующим образом. Вы говорите, как строить индекс и как сжимать вектора. Первая часть про индекс. Есть вот это и fv, если не ошибаюсь. И дальше у меня написано 256. Это означает, что это будет инверсированный индекс на 256 кластеров. То есть он возьмет точки, разобьет его на 256 кластеров. Будет 256. Каждую точку припишет определенному кластеру. Такая иерархичная будет структура. Когда нужно будет предсказать, он возьмет и посчитает расстояние до 256 точек сначала, до центра кластеров. Скажет, о, похожие соседи надо искать здесь. И дальше будут соседи только здесь. То есть вместо полного прохождения по всем, он будет делать частичное. При этом число кластеров, оно настраивается, его можно указывать. Чем больше кластеров, тем быстрее это работает, но тем больше вероятность, что мы можем ошибиться. Например, что мы посчитали, ближайший кластер этот. А правильный сосед на самом деле вот этот. В другом кластере, он там сбоку. И тогда и сейчас соседей здесь мы точно соседей не найдем. Мы найдем только приближенного. В этом есть некоторая проблема, что используя такую конструкцию, мы получаем не точных соседей, а почти соседей. Поскольку мы будем брать много, нам это практически неважно. Это первая опция. Здесь, на самом деле, есть разный вариант. То есть IFV — число кластеров. Чем больше число кластеров, тем, соответственно, дольше оно будет всего обучаться. Сейчас он пытается мне кластеризировать те мои 40 тысяч векторов. И это займет, еще не займет, и три, наверное. Вторая опция, которая здесь есть, это flat. Простой индекс, не обратный. Когда он просто идет и прям каждого сравнивает в тупую, без всякой оптимизации, ничего не ускоряя. В принципе, иногда такого тоже хватает. Если мало векторов, там не нужно ничего сильно ускорять. Но у нас уже 40 тысяч — это уже довольно существенно. Вот самое классное в том, что при увеличении числа соседей, числа векторов, в принципе, мы можем увеличить число кластеров, и тем самым у нас скорость будет расти нелинейно, зависит от числа соседей. Вот, сильно нелинейно. Вот, и это как бы основная прелесть. Facebook, например, говорит, что они используют там на десятках миллионов векторов, и у них все нормально. Как бы они, на самом деле, поиск по страницам делают таким образом. У нас есть эмбейдинги, они идут и говорят, вот, у нас есть запрос, давайте найдем по этому запрос наиболее похожей страницы. Вот, например, такой конструкции и делают. Вот, вторая часть примерно про следующее, что если мы говорим, окей, нам надо искать соседей, то нам нужно, собственно, для каждого соседа хранить вектор его. Правильно? Никуда этого не деться. Вот, соответственно, если у нас вдруг миллион векторов, там, миллион товаров или миллион пользователей, миллион векторов хранить довольно тяжело и больно. Вот, поэтому Faiz умеет внутри себя еще делать лости компрессии векторов. То есть он сжимает их, но с потерей качества. Вот, как правило, потеря качества небольшая, вот, это тоже, она регулируется, но можно сделать сжатие. Вот, вот это самое PQ64, для начала проду квантайзер, то есть вектора квантируются, так, что каждый вектор кодируется с 64-ми оббитами, если я правильно помню. То есть 64-е количество информации, которое используется для сохранения одного вектора. Вот. И тем самым мы ограничиваем, то есть независимо от того, как размер с вектора, любой вектор будет сохранять как 64-бита. Все, и тем самым мы довольно сильно сжимаем уже и сами вектора. И, думаю, получается, спешная ситуация. Когда я экспериментировал, у меня было того, что у меня там сырые вектора занимают гигабайт, вот, и по ним там поиск идет в секунду на один запрос. А вот в такой конфигурации у меня индекс занимает 10 мегабайт, в 100 раз меньше, и по нему височется в 100 раз быстрее. Вот, просто потому, что это довольно классно написано. Вот, в принципе, довольно общая библиотека, которая используется не только для рекомендаций, можно использовать, в принципе, где угодно, вообще для любого поиска соседей. Она довольно долго строит индекс, но зато если вы индекс построили, потом вы можете по нему быстро делать запросы. Вот, собственно, Facebook именно так и позиционирует библиотека для быстрого поиска, который они используют, собственно, у себя в Facebook и в других всяких системах. Интересно, что примерно то же самое выкатили Microsoft. Здесь похожая разработка, которая называется, по-моему, SPTag. Вот так вот. SPTag. Вот, который делает примерно то же самое, но там с небольшими отличиями. Ну, примерно, лучше, наверное, понимать, как есть XGBoost, а есть LiveGBM, так и так, есть Faiz, а есть SPTag. Вы как раз на разработчик, но там функции примерно одни и те же. Вот. Есть еще, как бы, на самом деле, другие варианты, типа Hierarchical Space, что-то там, Lib. Я, честно говоря, не помню. По-моему, вот так вот. Которая тоже делает быстрый поиск соседей, но она не умеет сжимать. Вот, Faiz в этом смысле хорош, что он умеет делать и быстрый поиск, и умеет сжимать вектора и работать еще и на GPU, в том числе, если очень нужно. То есть такая рабочая лошадка, которая позволит сильно ускорить поиск соседей. Я, честно говоря, надеюсь, в этот момент оно уже все закончит. Вот. Но, видимо, еще немножко подождем. Вот. Опираться, потому что вот эта кластеризация векторов, она здесь довольно небыстрая. Вот. И, собственно, нужно сначала проканать в стадию обучения, когда Faiz просто запомнит, где у нас кластера, где они расположены, и как надо квантировать, собственно, вектора. А потом будет фаза добавления, когда уже вектора просто добавляются в базу. Она очень быстрая. То есть мы сейчас, на самом деле, сидим вот на этой строчке. Очень долго Faiz обучается. Что-что? Ну, не то, что тьма. Их тут несколько. Есть, собственно, flat-индексы. Это когда никакого обратного поиска нет. То есть мы не сокращаем множество, перебираем кандидатов. Вот. Есть вот такой navigable small world. Он самый быстрый с точки зрения поиска. Вот. Но он не позволяет сжимать вектора. Вот. Есть, собственно, тот, который мы пользуемся. Есть LSH. Есть дальше разные квантайзеры, которые про сжимания. Сжимания тоже есть разные. Есть скалярный скаляр квантайзер, который сами числа квантирует немножечко. Вот. Но самое эффективное — это продукт-квантайзер. Объяснять, как они внутри работают, довольно сложно. Вот. Потому что я на раскурин этой справке там потратил, наверное, день целиком. То есть прям разбираясь, какие там индексы, как они примерно работают. Квантайзер чисел работает примерно так. У тебя есть… Как в нейронках абсолютно. То есть у тебя есть сколько-то чисел, там, не знаю, ты посмотрел, что у тебя в популяции там миллион чисел. Ты говоришь, окей, я хочу их заменить на всего 128 разных чисел. Давайте подберем 128 констант, такие, чтобы они наилучшим образом описывают всю нашу популяцию. Вот дальше ты потом просто берешь и заменяешь каждое число, которое у тебя было из миллиона, на ближайших к нему 128. Вот. Но это работает точно так же в нейронках, когда мы там понижаем точность. Вот. И тем самым можно, да, довольно сильно понизить. Вот продукт-квантайзер — чуть более хитрая штука, когда она как бы делает не на уровне одного числа, а говорит, давайте мы будем знать, что мы будем считать произведения между центроидом и объектом. Вот. И подберем, как бы, такие точки в пространстве, которые дают разные скалярные произведения. И будем не одно число приписывать, как бы, а целиком вектор приписывает эти точки. Это может быть несколько хитро, но, в общем, с этим можно поразбираться. Суть в том, что несколько, как бы, вариаций индексов. По большому счету, индекс состоит из двух частей. Первое — это про то, как мы будем искать, а второе — про то, как мы будем вектора сжимать. Если вам вдруг самим придется в какой-то момент с этим разбираться, я очень советую здесь, кроме этой справки, посмотреть в… Где-то должны быть демо… Демо-автотюн. В демках. Тут, в общем, написан пример того, как перебираются разные параметры и смотрится, что происходит. И здесь есть несколько примеров индексов с комментариями. Индексы полезны, когда они ограничены по памяти. И вот несколько индексов. И можно про каждую их отдельно почитать. Индексы, когда хочется ограничить память. Сильно. Вот. Которые обычно используются. Когда что-то сбалансированное. Вот такие индексы есть. Вот. Сейчас это может выглядеть, как какая-то магия. На самом деле, если присмотреться, то они, ну… Например, вот эти два очень похожи, только отличаются числом кластеров. Здесь делаются кластеров побольше. Вот. Здесь примерно то же самое, только еще появятся параметры плюс 16. Можно, например, прочитать справки. Вот. Это, например, индексы для запуска на GPU. Разные варианты. То есть я их себе найду, конечно, уже не помню. Вот. И не знаю. Случевые пойдут именно сюда здесь разбираться, что происходит. Либо читать справку. Ну, что-то было сделать индексами, если можно было сделать… Вопрос не ко мне, к разработчикам. Ну, понятно. Вот. На самом деле, потому что это либо написано, в первую очередь, на плюсах, для использования в плюсах. Вот. А в питоне как бы прикрутили, ну, так, по столько-поскольку, чтобы было, чтобы люди могли тоже пользоваться. Вот. У нас, наконец-то, оно обучилось. Сделаем вот эту проверку качества, как была раньше. Ам-па-рам-па-рам. Только здесь у нас вместо KNN будет теперь индекс. И это, по-моему, search называется. Да? Search. Да. У search еще два параметра. Сама строка и сколько соседей. Вот. Как-то так проверяем. Ну, сейчас оно уже… Раньше было 20 штук в секунду. Сейчас примерно 70-80. То есть оно уже стало очень быстрее. Ну, сколько я пока не продам еще раз? С копипастик, который был выше и поменял предсказание KNN на предсказание ФАИСа. То есть оно уже стало в 4 раза быстрее, примерно в 4 раза. Вот. Но надо понимать, что здесь некоторые шаги остались неизменными. То есть сам поиск стал быстрее, ну, там, раз в 10. Уже как бы стало лучше. Но… Но сейчас посмотрим, в чем есть особенность. Да. Качество просело. Давайте я покажу сейчас сначала сохранение, что мы можем сохранить. Если мы посмотрим в размер, который получился, то индекс получился меньше 2 мегабайт. То есть мы стали примерно в 10 раз быстрее искать. В 10 раз меньше места занимаем, но хуже. Вот. Почему так произошло? Вот я когда рассказывал про эту штуку, про то, что мы делаем вот так, нам нужно как бы число кластеров, которые мы будем проверять. Сейчас мы кластеризируем на 256 кластеров. И по сути находим один ближайший, идем в него. Только в нем проверяем. В принципе нам ничто не мешает найти ни один ближайший, например, 2 или 3 ближайших. Вот этот, вот этот и вот этот. И во всех них попроверять соседей. Вот. Это тоже должно работать. И это есть, про это в справке там вскользь упомянуто, что есть такой параметр у индекса, который называется количество проб. Давайте, кстати, да, это, наверное, должно было быть здесь. Количество кластеров, которые мы должны посетить. Вот. Целопробный метод говорит, что мы спрос нас разделяем на количество какой-то ячеек. Вот. И дальше мы проверяем эндпробы из них. Берем эндпробы и дальше в них пишем соседей. Поэтому если мы здесь скажем, что просто индекс эндпробы равно, ну, например, 32, то мы можем поправить 32 кластера. Это будет чуть медленней, но зато подействие должно стать точнее. Запомни, что здесь было 0.74. Погнали. Скорее всего, я не знаю, как у нас качество получится. Скорее всего, мы получим лучше, чем 0.74, но все еще хуже, чем идеальный KNN. Вот. Это нормальная ситуация. В принципе, надо понимать, что когда используется поиск, то, скорее всего, где-то немножко теряет точность. Но за счет этого получать оптимизацию по времени и по скорости. Вот. Но вот эта штука с эндпроб, она не совсем очевидная. Про нее так чуть-чуть написаны документации, и это та вещь, на которую легко наступить, если вы сами начнете использовать. Когда обучили, прогнали, получилось совсем плохо, таки, ну ладно, плохая библиотека, выкидываем. Вот. Оказывается, что есть параметр такой неочевидный, который задается только вот так, а он может сильно улучшить ситуацию. Ну, лучше. Все равно меньше, да. Я говорю, какое-то падение в качестве все равно будет. Вот. Можно все еще продолжать увеличивать. Например. Пам-парам-парам. Вообще страшную вещь сделал. Я сказал, у нас 128 кластеров, я хочу все 128 проверить. То есть, вообще говоря, это должно быть относительно медленно. Вот. И все сейчас ухудшение в качестве, которое мы получим, оно будет связано за счет того, что мы пожали качество векторов. Вот. Тем самым можно проверить, как бы, в чем эффект того, что мы не нашли вектор, в чем эффект того, что мы его пожали. Сейчас проверяем пожатие. Да. Да. Именно так. Тут у меня стоит, как константа num neighbors, количество соседей, которая выше у меня была объявлена как 256. Это цифра, на самом деле, из потолка. Но просто мне число нравится. Я люблю 256. Можно было бы уже заметить. Ну, 0,8,2. Вот. Значит, все остальное, наша потеря в качестве, она за счет того, что мы вектора с потерями пожали. Вот. То есть, можно пытаться это число улучшить, если, например, здесь сказать не 32 бита использовать для сохранения векторов, а, например, 128. Четыре раза больше. Это будет дольше. Да. Вот. Ну, то есть, тут уже начинается баланс между точностью, которую мы получаем, и временем, и памятью, которую мы используем. Вот. Поэтому, если вам данных мало и нужно просто по-быстренькому, то стандартный KNN работает, наверное, нормально. Когда данных много, то KNN просто не вариант стандартный. Вот. Вот. Приходится настраивать фаис. Вот. Нам понимают, что фаис нужно настраивать. Это, как бы, не то, что его запихнул сразу и работает. Вот. У него есть разные параметры. Это требует некоторого времени. С ними надо играться. Вот. Надо не забыть про то, что есть NPROP. Внимательно читать справку. Вот. Но в целом он работает довольно хорошо. Я знаю случаи, когда он используется в продакшене, используется успешно. Да. 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 Не, не, не. Я скажу, что просто подбирать под задачу. Вот. Но я не знаю такого правила, что там их произведение чему-то равно или там чего-то такого нет. Да. 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 Нужно. Нужно. Есть. Вот. На самом деле, грубо говоря, вот мы сейчас построили модели, которые там лучше из них дает там качество 12 условных единиц, которые мы меряем. Остальные в районе там 9. Вот. Вот их смесь дает, собственно, 13-14 те, которые есть на лидерборде. Примерно. То есть, как бы, мое решение там, которое сейчас, по-моему, четвертое или пятое уже, кажется, не знаю. Вот. Это на самом деле просто ансамблирует этих нескольких моделей. И все. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Поэтому, как бы, если есть вопросы, можем обсудить. Если нет, то, как бы, мой доклад закончен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...